Всё мне приелось. Куча срача. Ой, ё-моё. Короче, я не знаю, ребят. Почти всё разобрано. Всё, что можно показать, находится в открытом виде. Итак, всем привет! Наконец-то я снимаю некий обзор на свою комнату. И снимаю я его не просто так, а потому что хочу сделать перестановку. В общем говоря, вот это всё мне приелось. Поэтому будем что-то делать. Ещё не знаю, как всё поставлю, но будем думать. В общем-то, я измерила свою кровать в ширину. И я думаю её подвинуть вот сюда, прям, к шкафу. А вот это всё, разумеется, сдвинется туда. Столк будет стоять прям вот так вот, прямо. Я сейчас сложу кровать, чтобы её было удобнее двигать. Её нужно, кстати, столик. Это вообще не знаю, куда это деть. У меня тут стоит огромный мешок для мусора, пылесос, чтобы сразу всякую шерсть, которая забилась, куда-то убрать. И я уже убрала зеркало, столик. Сейчас нужно это одеяло куда-то определить. Просто хочется как-то, чтобы больше было пространства в комнате. А то вот так вот всё стоит как-то битком, мне кажется. Так, дела уже обстоят. Примерно так ещё хуже выглядит. Но я надеюсь, что когда я всё-таки всё переставлю как хочу, будет выглядеть супер. Теперь нужно освободить стол и передвинуть его вот сюда. Ну, пока что как-то так идёт. Куча срача, непонятных действий, махинаций с моей стороны. Стол я установила, так скажем. Потом буду разбираться с точным бесположением дивана. Он будет либо вот тут, либо ближе туда. Но, скорее всего, он так и останется. Мне дико не нравится, что вот шкаф и диван такая стычка. Я бы диван поставила туда, в самый угол. Шкаф бы какой-нибудь маленький себе купила. Но этот шкаф уже как будто навсегда, знаете. Пока что я включаю обратно комп. Поглинитель переставила вон туда. Сейчас буду устанавливать колонки и двигатель стеллаж. Я потихо его разобрала. Взлёты и падения и кошачья шерсть. С момента снятия последнего кадра я, короче, подключила звук. Все свои колоночки вот эти вот прекрасные, замечательные, громкие. Ой, ё-моё. Короче, я не знаю, ребят. Я сижу в тупике, потому что... Мне сейчас кажется, что лучше всё обратно поставить. Ну, блин, это так много времени потратило, жесть. Короче, странно смотрится вот так. Ну, если убраться, конечно, будет получше, но... Не знаю. Знали бы вы, ребята, что произошло за время, пока я не снимала. Я просто сто раз разочаровалась в том, что я это затеяла. Я хотела всё переделать. Я думала менять всё обратно. Но в итоге получилось что-то такое. Вроде неплохо. Диван, не знаю, возможно, сложу. Посмотрю-ка в целом. Мне нравится, как бы ты такой зашёл. Вот если диван собрать, то тут довольно-таки нормальное место. Мне просто безумно понравилось, как стол смотрится. Почти всё разобрано. В общем, как-то вот так это всё выглядит. Я переставила комодик сюда. Подвинула вешалку поближе. Сейчас разберу кровать. Всем привет! Наконец-то я делаю рум-тур. Наверное, свет оставлю, потому что уже темнеет. В общем, мне тут недавно установили только дверь. И то не до конца ещё. Когда мы заходим в мою комнату, первым делом мы видим просто громадный шкаф. И все мои сумки сейчас висят именно на нём. Просто потому, что дверь ещё не функционирует, чтобы на неё всё повесить. Здесь висит почти вся верхняя одежда. Моя и мамы. Здесь уголок мамы. Это всё мамина. Это всё моё. Вот это вот новые вещи, которые в наличии, кстати говоря, в моём магазине. Здесь летние. Футболки мои. Какие-то пару водолазок. Какие-то толстовки. Платья, брюки. И мамины юбки занимают половину моей площади. Это всё моё. Так, ну Сима уже конкретно заинтересовалась тем, что шкаф открыт. Здесь низ. Там ещё рюкзаки мои. Здесь вообще хранятся только юбки и вот шорты тёплые. Но ещё я сюда засунула два свитера, потому что я их сегодня выставила на продажу, и мне их некуда положить. Водолазки, кофты. Здесь свитера, здесь тоже свитера. Но это ещё далеко не всё. Теперь приступаем к моей вешалке. Это халат, потому что по утрам очень холодно. Это моя куртка, кстати говоря, осенняя, просто в шкафу уже нет места для верхней одежды, поэтому она висит здесь. Юбка. Купила на Новый год пиджак. Купила в Калиопе. Висит очень много одежды, которую я стараюсь ежедневно носить, но брюки я, кстати говоря, уже давно не надевала. И две мои зимние куртки. Далее. Здесь ремни и одна сумка. Просто мой фаворит. Ремень с таким кошелёчком маленьким, туда можно что-то положить, например, наушники или деньги, или пропуск в универ. Это место Симы. Оно максимально застелено, потому что Сима линяет, и потом всё в её шерсти. Это моя кровать. Шкаф, кровать мы покупали, когда только создавали эту комнату, и когда я не особо знала, чего хочу. В целом меня устраивает, спать удобно, места много. В 2018 году на день рождения мне подарили стеллаж и стол из Икеи. У нас есть несколько филиалов Икеи в городе, но это поставщики, и там цены, разумеется, гораздо больше, чем в самой Икеи. Поэтому это было подарком на день рождения. В общем, что здесь есть? Здесь очень много машинок, потому что их коллекционирует мой папа, и в зале они уже не вмещаются, поэтому они стоят у меня. Также моя вешалка с серёжками, с подвесками. Такую же можно купить у меня в интернет-магазине. Если что, оставлю ссылку. Принтер. В этих ящиках, как правило, лежит всякое барахло, и это реально так. Здесь фен, плойка и куча-куча разного всего. Всё, что можно показать, находится в открытом виде. Здесь всего до кучи. Тут маски для тела, всё здесь. Но вроде в целом выглядит неплохо. Вот это моя любимая полочка, потому что здесь все мои любимые духи. Кстати говоря, вот я всегда, блин, покупаю большие духи. И в итоге, знаете, вот этим духам год. Их здесь ещё очень много. Просто они мне надоели. И так происходит всегда со всеми духами. Кстати, эти малыши новые. Мне их подарили на Новый год. Я привезла с Икеи свечки, но одна разбилась. Она была в чемодане, поэтому я сейчас хочу вот эту быстрее использовать и туда её переставить. Я думаю, получится это сделать, потому что в Икеи вообще обалденные свечки, мне очень понравились. Здесь коробочки от духов. Там коробки от камеры. Здесь что-то странное. Просто я в своё время это убрала с стола, потому что не пользовалась. Но скоро уже нужно будет это вернуть на стол. А здесь чехол, который мне подарили в Москве на MacBook. Но, к сожалению, мой MacBook оказался больше и сюда не влез. Вот этот бокс. Здесь куча разной моей косметики, которой я не пользуюсь, но, возможно, когда-то буду пользоваться. Книжка Стивена Кинга. Две шкатулки, копилка, кубик Рубика. Здесь просто куча коробок. Я всегда коллекционирую все коробки, потому что в них удобно что-то складывать. Пакеты подарочные. Рядом с моей вешалкой стоит коробка от компьютера. И куча масок на продаже, которые у меня в магазине. Которые, знаете, пузырятся как облачко. Вообще класс. И это моя аптечка. Да, мне уже 19 лет, у меня есть собственная аптечка. И дальше какие-то пакеты со всяким барахлом, которые я однажды выкину. Или нет, или оно будет у меня всегда. Здесь у меня стоит такой длиннючий кактус, который был на самом деле вот такого размера, когда я только въезжала в эту комнату. И здесь всякие девчачьи штучки для волос. Дезодорант, расчески, крема какие-то. Здесь резинки все мои хранятся, которые у меня есть. Здесь этот комод чисто девчачий. Здесь какие-то пизямки, здесь нежное белье, носочки, там какие-то маечки, футболочки, колготочки и прочее. В общем, показывать толком не буду, но знаете, что там лежит. Мой поломанный штатив, которому, знаете, сколько? Ему 9 лет. Здесь такая фото-зона. В общем, какие-то фотографии с детства, с семьей, с бабушками. Я сама выбирала, какое время ставить какие-наклейки наклеивать. Далее здесь такое зеркало. И, собственно говоря, я. Привет! Кошка вернулась. Покушала. Здесь у меня до сих пор стоят подарки, которые я еще не вручила некоторым своим друзьям. На подоконнике у меня стоят цветочечки. Самый интересный момент всего рум-тура. Ух ты, моя маленькая лапку вытянула, посмотри. Симпоти, посмотри, какая. Ох ты, боже. Я убралась, здесь просто идеальнейшая чистота, поэтому я готова вам показать. Сначала покажу, что у меня есть на столе. Здесь магнитофон с двумя колонками. На самом деле, я им очень долго не пользовалась, но когда подключила к компьютеру и услышала какой звук, все, теперь только с ними всегда. Слушаю музыку, фильмы смотрю и прочее. Здесь стоит мой пленочный фотоаппарат. Я его недавно достала. Ездила с ним в Москву и не сделала ни одной фотки на него, представляете? Настолько все было в суете, что я совсем забыла про этот фотоаппарат. Подруга чай подарила стоит. Зеркальце, в которое я смотрю, когда крашусь. Это все мои помады, которые в целом меня устраивают, которыми я когда-то буду пользоваться. Но мои самые любимые это от Catrice. Ой, это Essence. Кек. У меня две таких разных оттенков. Вот это вообще мой фаворит. Я ее купила в 2017 году. Или в 2018? В 2018, по-моему. В 23 оттенке. Я взяла коробку из-под духов и использовала как подставку для кисточек. Тоже свечечка из Икеи. Вообще пахнет просто перфект. Я в восторге. Она еще и красивая. Такая, она потухнет вот так? Не потухла. Мой компьютер. Я присяду, пожалуй. Жесткий диск. Собственно говоря, мой компьютер, на котором я монтирую, делаю все свои дела. Это беспроводная зарядка, которую мне подарили на день рождения. Зарядка для камеры. Крыса, собственно говоря, символ этого года. Мой планшет, который, кстати говоря, еще жив. Это iPad 4. Его моя мама выиграла в магазине Твое. Был розыгрыш. Нужно было купить на 2000 или на 3000 рублей вещей. Мы, разумеется, купили. И вот мама выиграла планшет. Он тогда был самый новый на тот момент. Тут вообще куча всего. Маркеры разные. Это мои часы ожидают, пока поменяется ремешок. Всякие разные скотчи. Это браслет от зала, в котором я занималась. Скоро пойду снова. Здесь какие-то ручки, карандаши лежат, которыми я могу воспользоваться. Мой кошелек, пропуск в универ, полароидные фотографии. Скрепки, точилка. Эту точилку я мечтала об этой точилке в году 13-м, наверное. Мне ее купила мама. Я была очень счастлива, потому что у многих ребят такие были. Я тоже хотела точить вот так вот. Карандаши классные. Вообще просто супер. Далее здесь салфетки влажные и маски. Я хочу скоро сделать какой-то розыгрыш на своем магазине, поэтому если что следите, не пропустите. Планирую, думаю, как бы это все сделать. Крем для рук увлажняющий. Потом тоник для лица. Здесь зачетка, открытки, там какие-то документы, коробочки из-под украшений и, внимание, пятый айфон. Да, он все еще живой. Идем в бьюти индустрию. Это моя повязка, я ее надеваю, когда делаю макияж. Давайте-ка я присяду, чтобы было удобнее. На самом деле мне кажется, что у меня гораздо больше бальзамов для губ, потому что я их покупаю постоянно. По той причине, что я забываю взять с собой. Со всеми блестюшками. И все, что я обожаю. В общем, вот этот праймер я покупала в NYX год назад, в декабре. Он до сих пор живой. Я, конечно, не каждый день наношу блестки на свое лицо, но тем не менее, я еще им и брови закрепляла очень долгое время, пока не купила себе нормальный гель для бровей. Я думаю, если будет интересно, я могу сделать видео про всю свою косметику, показать вам подробно, потому что сейчас я не буду на этом зацикливать свое внимание. Это моя косметичка. Я ее ношу всегда с собой, когда хожу на ночевки. Там все самое необходимое. У меня очень много палеток. Здесь три палетки, здесь четыре, пять. Я просто обожаю делать макияж, как вы уже могли понять. Здесь просто очень много разных тушей лежит. Потом блестки какие-то. И сюда я складываю спонжи, которые нужно будет помыть, чтобы они были на видном месте. Увлажняющий крем, которым я пользуюсь. Там осталось буквально по одной паре. Нужно будет заказывать матирующие салфетки. Вот такой у меня ящик с косметикой. Мой папа не художник, но это он меня нарисовал, когда я была маленькой. Когда мне было четыре года. Возможно, моя комната не идеал для кого-то, но мне нравится. Тем более, я сделала перестановку, и я от нее просто в восторге. Субтитры сделал DimaTorzok